Раньше на этом месте был рыбацкий город Рикудзен-Токата в префектуре Ивате. 11 марта прошлого года устояло лишь несколько строений. С тех пор здесь мало что изменилось. Полуразрушенное здание мэрии, теперь место паломничества туристов. На крыльце гроздья бумажных журавликов. Сюда приходят, чтобы почтить память погибших под звуки экскаваторов, которые продолжают разгребать завалы. Спустя полтора года после цунами большинство пострадавших районов остаются безжизненными пустырями. Руины, окруженные грудами мусора во многих местах, убраны менее чем наполовину. Сейчас уже никто даже не говорит о том, когда здесь начнут отстраивать новую жизнь. И это несмотря на многомиллиардные пакеты помощи. Просто четверть всех средств, выделенных на восстановление после цунами, была пущена совсем на другие цели. Это стало известно после опубликования результатов аудиторской проверки. Из 150 миллиардов долларов чуть менее 40 освоены, мягко говоря, не по назначению. Вот лишь несколько проектов. Закупка нового оборудования для тюрем Минюста, ремонт административных зданий в Токио, реконструкция столичного стадиона и помощь рыболовному агентству для укрепления защиты от иностранных активистов, которые мешают ему вести китобойный промысел. При том, что Япония официальный участник моратория на отстрел китов. В администрации Рикудзен-Токаты, здания которой, в отличие от токийских муниципальных объектов, ремонтировать никто не собирается, они ютятся во временном павильоне. Такие инвестиционные решения правительства, опять же говоря мягко, отклика не нашли. «Ничего, кроме возмущения, это не вызывает. Люди платили налоги для того, чтобы помочь соотечественникам, которые попали в беду. То, что эти деньги используются совершенно на посторонние нужды, абсолютно недопустимо. У меня это в голове не укладывается». Около 300 тысяч человек, которые в результате стихии лишились своих домов, по-прежнему живут во временных домиках из гофрированного железа. Большинство из них в решении квартирного вопроса остаётся полагаться только на собственные силы. «Денег явно не хватает. Восстановление продвигается очень медленно. Очевидно, что нужна дополнительная финансовая помощь. Организация самих работ тоже оставляет желать лучшего. Она неэффективна и также должна быть пересмотрена». Премьер-министр Японии Йосихи Кунода уверяет, что результаты аудиторской проверки для него самого оказались неожиданностью. Он уже пообещал, что разберётся с нецелевым использованием средств. Но очевидно, что эта история не добавила рейтинга его кабинету. Уровень поддержки правительства и без того ниже 20%. А теперь преодолеть кризис доверия будет ещё сложнее. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести, префектуры Ивате, Мияги, Япония.